В этом году Аня заканчивает школу, но какой профессии хочет посвятить свою жизнь еще не знает. О времени на раздумье осталось немного, поэтому и решила прийти за помощью на ярмарку. Благодаря презентациям профессии удалось сузить выбор до двух вариантов. Пока я еще не определилась, но пару профессий уже мне хочется поступить. Это профессиональное техническое училище или на повара. Люблю готовить очень сильно. Я очень хорошо вышиваю. Мне все говорят, вышиваю, шью. Встреча стала полезной не только для школьников, но и для взрослых, которые ищут работу. Представители семи крупных предприятий города рассказали о свободных вакансиях и пригласили желающих на собеседование. Наш регион востребован в горной профессии. Это водители, врачи, медсестры, санитарки, медперсонал. А также специалисты, это инженера, это сметчики. Это специальности, которые имеют опыт работы, те же врачи. Ярмарку посетили представители властей области. Они рассказали количество желающих подать документы в техникум. И училище заметно уменьшилось. Говорят, рабочие профессии теряют популярность у нынешней молодежи. Ситуацию пообещали исправить. Нам необходимо подумать над тем, каким образом повысить уровень их престижа, первое, может быть, изменить менталитет, в том числе и среди топ-менеджмента о представлении рабочего и рабочей профессии. И, безусловно, хотелось бы видеть, чтобы особенно технические училища были оснащены тем оборудованием, на котором можно учиться в это время. Презентация профессии прошла как раз кстати, говорят участники и организаторы ярмарки. Ведь совсем скоро выпускники школ сделают свой выбор. Злата Байрачна, Алексей Логвин, Панорама.